Иван Грек, бывший депутат парламента Молдовы, доктор истории, представил свою новую книгу «Очерки истории и культуры села Гайдар». Из-за нехватки средств для выпуска материала отдельным изданием, книга вошла в сборник журнал. В основе написания своей новой работы была помощь редактора журнала Андрея Шабашева и личный интерес самого автора. Создаем вместе какие-то проекты, какие-то идеи. Вот возникла... Я главный редактор журнала, который пять выпусков уже вышло в Одессе, посвященный именно истории нашего края. Иван Федорович не мог найти возможности для того, чтобы издать эту монографию, и мы решили сделать такую монографию в журнале. Сегодня в Гагаузе издаются книги о населенных пунктах, но эта книга больше носит документальный характер, говорит автор. Она собрана из снимков, документов. Это не история села, это документ, который может быть использован для написания истории. Я действительно мог взять любое село Гагаузское и по любому селу написать. Но так сложились жизненные обстоятельства, что я по жизни сталкивался с гайдарцами, с семьей, репрессированной в 1949 году. Отсюда я начал писать, и потом это развернулось в истории Гайдара. Бывший директор учебного заведения в селе Гайдар, педагог со стажем, считает, что этот материал можно использовать в работе с учащимися старших классов. Дети сейчас продвинутые, скажем так, этим термином, и они могут еще накопать информацию интересную и выложить на научно-практических конференциях. В рамках презентации книги также была представлена и генеалогическая карта села Гайдар. Местный краевед Федор Куру заинтересовался своими корнями еще 40 лет назад. Но только за последние пять лет ему удалось завершить генеалогическую карту села. Без знания своих корней, я говорил, это сухое дерево, просто-напросто. Поэтому ценность в этом, чтобы люди знали свои корни, чтобы он знал свою бабушку как зовут. За последний год это уже вторая книга об истории и культуре села Гайдар. Книга вышла небольшим тиражом, поэтому депутат НСГ Федор Гагаус выкупил специально для публичных учреждений села 50 экземпляров новой книги историка Ивана Грек.